Приветствую всех на своём канале «Жизнь на юге Англии». Нас уже 76255 человек. Приветствую всех, кто впервые на моём канале. И, друзья, вы знаете, у меня уже более тысячи видео. И, конечно же, бывает так, что не всегда очень удачные и хорошие видео они попадают в топ просмотров и их успевают посмотреть все, кто желает. Так вот, сегодня я хочу рассказать вам о самом сокровенном. То, что, в общем-то, скрыто может быть глубоко в сознании. Поэтому, друзья, добро пожаловать всех в мой мир. Давайте смотреть! Я хочу вам рассказать краткую суть буддизма. Постараюсь изложить короче и как можно доходчивее. Для того, чтобы нам понять, что же такое буддизм и откуда появился первый Будда. Нужно начать с самого начала. Более двух с половиной тысяч лет назад, то есть в шестом веке до нашей эры в индийском княжестве на севере Индии, недалеко от Непала, в царском роде Шакхья, родился мальчик, принц, которого звали Сиддхарта Гуатама или по-другому Шахьямуни. До этого очень долгое время у короля и королевы не было детей. И вот однажды, как говорит легенда, королеве приснился сон. Ей приснился очень красивый белый слон. И этот белый слон подлетел к ней, подарил ей цветок лотоса, а потом странным образом переместился в её живот. И ровно через десять месяцев после этого сна вещего она родила мальчика. И все придворные мудрецы, и все знахари того времени те расшифровали этот сон как вещий сон, что этот мальчик, он будет очень великим правителем. И, возможно, даже он будет самым главным королём. И он сможет объединить все разрозненные княжества индийские и стать великим правителем на весь мир. Через семь дней после его рождения его мать умерла. Но, тем не менее, он жил в любви, воспитывался в любви. Его всячески оберегали от всех проблем и трудностей нашей жизни. И вот так он прожил до двадцати девяти лет. Роскоши дворца, оберегаемой всеми. В двадцать девять лет он женился. У него была прекрасная любимая жена, и она уже ожидала ребёнка. Ну, а так как Гуатама Шахямуни был очень смышлённым человеком, он стремился всё познать. И он заметил, что жизнь приносит всем существам сначала радость, а затем страдание, и в результате старость и смерть. И он задумался, а нельзя ли сделать так, чтобы жизнь не приносила страдания. Чтобы понять, как добиться этого, он бросил семью, ушёл из дворца и стал странствовать в глуши, прислушиваясь к разным учениям. И так он пространствовал шесть лет. Он занялся крайним аскетизмом, едва не уморил себя голодом. И вот как-то раз он сидел уже на пороге голодной смерти. Мимо шла девушка с пирожками. Поглядев на истощённого, похожего на скелет юношу, она пожалела его и предложила ему пирожок. Тут он осознал, что если он умрёт от голода, то это никак не приблизит его к постижению тайны жизни. Он осознал это и съел предложенный пирожок. И так родилась буддийская концепция среднего пути, то есть, что никогда не нужно впадать в крайности. С точки зрения буддизма, одинаково вредно и потакать лоти, и умершвлять её. Но всё-таки это не было ответом на его главный вопрос. В конечном итоге Гаутама сел медитировать под дерево, твёрдо вознамерившись не вставать, пока он не постигнет сути всего сущего. Он просидел, отрешившись от всего, двое суток. И к утру третьего дня ему открылась истина. Он проснулся от сна невежества и стал пробуждённым. То есть буддой. Увидев его в таком состоянии, знакомые подвижники тоже захотели узнать, что же такое ему открылось. Дальше больше. Начали убираться вокруг него ученики. И то, чему он их учил, называется буддизм. Говорят, что буддизм — это всё-таки не религия, потому что сам Будда никогда не призывает во что-либо верить и никогда не говорит о Боге. И он всегда говорил своим ученикам, что он учит только одному, как освободиться от страданий. В взгляд Будди, буддисты полагают, что потенциальная абсолютная истина, то, что мы называем Богом, есть в каждом живом существе. Что она и есть основание нашего сознания. Они называют эту истину природой Будды и говорят, что любой человек, очистивший своё сознание, тоже становится Буддой. Вот и всё. Это немного напоминает слова апостола Павла о том, что в каждом из нас есть внутренний Христос. Ещё Шакьямуни сформулировал четыре истины. А. Жизнь полна страданий. Б. Причиной страданий является привязанность к приятному и нежелание неприятного. С. Возможно, жизнь без страданий. Д. Есть путь, идя по которому, можно избавиться от страданий. Всю оставшуюся жизнь Шакьямуни учил, как идти по этому пути. Спокойно дожил до восьмидесяти лет и умер, сказав напоследок ученикам, что им больше не нужен учитель, что теперь они сами всё знают и должны продолжать работать над собой. Её последними словами было «Все вещи непостоянны по своей природе. Работайте над своим спасением». Все вещи непостоянны по своей природе. В этих словах главная истина буддизма. Она настолько простая, что мы все просто упускаем её из виду. Нам что-то нравится. Мы цепляемся за это и хотим, чтобы так происходило всегда. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Но если лето не кончится, не будет больше ни осени, ни зимы, ни весны и ни нового лета, природа перестанет обновляться и начнётся застой, гниение и смерть. Когда что-то пришло, радуйтесь этому. А когда придёт время уходить, отпустите, чтобы пришло что-то новое. Но мы цепляемся за старое, и в этом причина всех наших страданий. Поняв это, понимаешь учение Будды. Чтобы легко и непринуждённо разговаривать с буддистом, полезно знать три ключевых слова. Перерождение, карма и дхарма. Расшифруем теперь эти неясные термины. Перерождение значит, что по мнению буддиста мы все, умирая, никуда не пропадаем, а снова перерождаемся. находимся как бы в колесе непрерывных рождений и смертей. А поскольку задумываться о происходящем в нашей жизни мы не очень склонны, то с этой карусели сойти мы сами никак не можем. И что же заставляет нас вновь рождаться и вновь умирать без всякого толка? Карма. То есть, говоря по-нашему, закон сохранения энергии, основания всей науки. Из ничего ничего не появляется и ничто никуда бесследно не исчезает. Этому нас учили в школе и индийские философы резонно выводят, что ни одно наше действие также не остается без последствий. Сделав что-то плохое, мы не можем избежать расплаты. Сделав же что-то хорошее, обязательно получаем награду. Другое дело, что находясь в этом мире, мы, как правило, не видим ни причин, ни следствий наших поступков и не понимаем, что же происходит в нашей жизни, откуда вдруг валятся беды, почему случаются удачи, на что философия буддизма отвечает нам. Эти беды и удачи являются следствием наших собственных поступков. И отвертеться от этого никто не может. А поскольку не все долги удается погасить в течение всей жизни, то мы умираем и рождаемся вновь в соответствии с тем, как мы вели себя в прошлых жизнях. Все это вместе взятое и называется Дхарма. Дхарма – это закон, по которому устроен и развивается мир. А также это учение об этом законе и правило, согласно которым нужно себя вести. Есть люди, по незнанию приписывающие буддистам полное равнодушие к миру. Дескать, им нужна некоторая нирвана при прекращении бытия. Увы, невежественные люди всегда наезжают на то, о чем не имеют ни малейшего понятия. Не зря Христос говорил «Прости им, ибо не ведают, что творят». Страдание – это центральное понятие буддизма. Если другим плохо, тебе не может быть хорошо. А в итоге доброе отношение к людям приводит к накоплению позитивной энергии. Рано или поздно количество накопленной позитивной энергии переходит в качество. Человек начинает видеть безрезультатный круговорот жизни и хочет перестать зависеть от суеты. Он начинает медитировать, ум его очищается, и тогда жизнь приводит его к учителю, который показывает ему его истинное сознание. А узнав свое истинное сознание, человек постепенно приходит к полному освобождению. После того, как Будда Шакьямуни покинул этот мир, ученики продолжали нести его учения. Так и бывает. Они быстро разошлись во взглядах. И в итоге образовалось несколько ветвей буддизма. есть малая камелесница или хинаяна. Это те, кто ни на что не обращают внимания, работают над очищением своего сознания. Есть большая колесница махаяма. Это те, кто хотят помочь всем живым существам. и только таким образом постепенно продвинуться к просветлению. Есть алмазная колесница Важера Яна. Это те, кто, не забывая о других, стремятся достигнуть просветления в течение этой жизни, используя все подручные методы. но, как говорится, кто видит во всем разное, идет от смерти к смерти. А кто видит во всем общее, освобождается. Так что же есть общее во всех направлениях буддизма? Главное в буддизме это то, что суть бытия, то, что мы называем Богом или абсолютной истиной, находится внутри нас. И мы не воспринимаем эту суть только потому, что наше сознание загрязнено. Вывод напрашивается. очистим свое сознание и воспримем суть. Правда, эта работа требует большого труда и массы времени. Но с другой стороны, есть ли в жизни что-нибудь, на что это время можно потратить с большим толком? Что же есть еще такого симпатичного в буддизме? Что же есть еще такого симпатичного в буддизме? А очень много чего. Вот я, например, не могу без симпатии воспринимать учение, говорящее о том, что непочтительно относиться плохо к другим религиям. И это просто грех. В буддизме не принято просто проповедовать и склонять кого-то в свою веру. Вот теперешний Далай-Лама, который официально считается главой буддистов всего мира, на вопрос одного из русских как бы поскорее перевести всех в буддизм, ответил, а зачем? У каждого есть своя замечательная вера, и вам не нужно переходить в другую религию. Так вот, такой ответ вызывает только искреннее уважение. И еще один симпатичный факт. Буддисты никогда не вели религиозных войн. Ну и зачем, если кто-то воспринимает истину не так, как ты, то это конкретно его дело. И здесь воевать абсолютно незачем. Правоту силой никогда не докажешь. Когда человек будет готов, он сам начнет задавать вопросы. Творить чудеса в буддизме считается не очень приличным. Буддисты хорошо понимают, что главное это продвижение по пути. А вот демонстрация чудес только отвлекает и дает повод гордыне. И наконец Далай-Лама сказал однажды, если какое-то из положений буддизма разойдется с данными науки, то я как голова всех буддистов официально готов привести буддизм в соответствие с результатами научных исследований. Да вот только в том-то и дело, что чем дальше наука приходит за своими познаниями к полному соответствию того, кому учит буддистская религия. Так что буддизм не спорит ни с наукой, ни с другими религиями. Буддизм просто существует для тех, кто готов его воспринять. Так какие же средства используют буддисты, чтобы добиться очищения сознания и достижения просветления. Самые простые добродетельная жизнь, не причинение вреда другим существам, медитацию и чтению мантр. Что же такое мантры? Мантра это набор определенных слогов, которые считаются священными, то есть имеющими особую энергию. Читать мантры нужно особым образом. Для этого нужно получить специальное посвящение. Мантры используются во всех восточных религиях. Даже в христианстве есть что-то похожее под названием умная молитва. Зачем читают мантры? Считается, что когда человек произносит мантру, его сознание сконцентрировано только на ней. И это приостанавливает поток мирских мыслей, отвлекающих человека. Ну, вот, друзья, я вам рассказала то, что сама узнала интересного о буддизме. Религия лето, что включает в себя буддизм и что является сутью буддистского учения. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее мое повествование. И я желаю вам всем удачи, как всегда. Живите в мире с собой и с окружающим вас. Всего вам доброго. достигайте просветления так же, как учит буддистская религия. А на этом пока-пока. Редактор субтитров